Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике у нас будет обзор игры под названием Twisted. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Ну что ж, не будем тянуть время. Начинаем! Давайте для начала и вообще перед тем, как мы перейдем к обзору этого ролика, я расскажу в чем же суть этого самого режима. На самом деле режим очень простой. У вас есть карта, у вас есть машина и у вас есть торнадо. Ваша цель поймать торнадо и конечно же попасть в него. Вот в этом и заключается суть этой игры. А если серьезно, суть этой игры заключается в том, что мы должны изучать торнадо. Но обычно, как показывает практика, чтобы добраться до торнадо, вам приходится минут 20-30 просто кататься по карте и искать его. А даже если вы его найдете, то вам при том приходится его еще столько же времени догонять. Но сейчас мы наблюдаем уникальный случай, как эта торнадо решила прямо на нас пойти. Ух, пока мы пытались начать наш сегодняшний ролик, что только тут не произошло. И вот уже даже сюда торнадо пришло. Это было немного неожиданно. Какое там торнадо? Оранжевое. Нормально, нормально, оранжевое торнадо. Это всегда классно. Так, кстати, смотрите, вот это наша машина. У нее есть вот такие штучки. И я, конечно, все понимаю. Но давайте сейчас мы прыгнем в нашу машину и поедем к торнадо. Потому что самая главная суть этой игры, это как раз эти самые торнадо. И сейчас мы к ним как раз отправимся. И заодно я вам их покажу. Так, сейчас мы отправимся в саму торнадо. У нас очень мало топлива осталось, но в принципе его достаточно. Так, и сейчас мы начинаем изучение торнадо. Чтобы изучить торнадо, мы должны к нему вот так вот подъехать и начать его изучать. Вот он, смотрите, перед нами все, начинается изучение торнадо. Прямо сейчас мы изучаем это самое торнадо. Вот так вот. Так и происходит изучение торнадо. И если вы когда-то хотели заняться торнадо, то подумайте об этом дважды. Смотрите, сейчас вот здесь у нас какой-то торнадо. И там еще три торнадо. Я не понимаю, что за фигня сейчас происходит на карте. Вы посмотрите на эту фигню, что происходит. Я не ожидал, что на ролике у нас произойдет такая жесть. Но, ладно, поскольку так немного стрёмно получилось, я вместо того, чтобы как-нибудь снимать ролик, сейчас буду изучать эти самые торнадо. Но потому что это реально эпично. Я точно не ожидал такое увидеть. Когда мы начинали ролик, здесь вообще было все тихо, спокойненько. Даже ни одного торнадо не было. А сейчас посмотрите на эту фигню. Что тут происходит, черт возьми. Там торнадо в городе! Вау, я хочу это запечатлеть, я хочу это посмотреть. Так, сейчас мы выйдем на главную дорогу и поедем туда. И посмотрим, как оно там все в городе крутится. Так, едем, едем, едем. Все. Наша машина разгоняется до 90 км. Так, кстати, темно стало. Давайте свет включим. Ох, торнадо бушует. Торнадо там бушует, домики разбрасывает. Да, мы едем дальше на исследование. Да, кстати, в этой игре, чтобы что-то сделать, нам нужны денежки. Как эти денежки получить, я не совсем понимаю, либо еще не совсем понял. Но их сами по себе дают, когда вы тут катаетесь и изучаете торнадо. Ох, я вижу торнадо тут уже прошелся. Ё-моё. Да, прям по городу прошелся. Бедные домики. Все раскидал, все раскидал. И до сих пор тут гуляет. Так, вот это я понимаю, пик. Ох ты ж, ё-моё. Так, сейчас здесь мы 48 метров в секунду. Торнадо. Так, 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 так. Блин, а тут же наши дома находятся. Не, в принципе нормально. Мы сейчас вот здесь находимся и изучаем это самое торнадо. Оно вроде не так сильно-то и проходит по нашему город, городочку, да? Все, вроде она проходит уже дальше. Так, продолжаем исследовать это торнадо. Вот оно здесь находится. Все, даже, смотрите, сирена перестала орать. Потому что все уже закончилось. Все уже закончилось. Вот там, короче, торнадо остановилось, да? Здесь есть вот какая-то дорожка. Давайте сейчас сюда поедем. А, все, торнадо вроде даже больше и нет, да? Я прав, вы его даже вроде бы больше и нет. Вот так вот здесь и мы остановимся. Да. А, нет, вон, смотрите, здесь идет. Но, в принципе, если мы будем находиться здесь, ничего толком и не произойдет. Ой, ну это реально жесть. Жесть, вы просто посмотрите на эту метеорологическую карту. Посмотрите на эту карту. Кажись, жесть тут происходит. Да, продолжаем, кстати, изучать этот торнадо. И тут есть не еще одно торнадо, которое вот здесь находится. Еще вот здесь образуется торнадо. Ох, сколько же торнадо. И вот эти сезоны, и все, и это. Да, здесь, кстати, я вижу очень много машин. Видно очень много таких же людей, как и мы. Ох, нас с песочком закидывает. Блин, надо, надо вот эту штучку установить. Вот так вот. Вот так вот. Устанавливаем, устанавливаем. Устанавливаем. Так. Так, ой, е-мое, нет! Нет! Джангобра затянула! Фух. Нет, бежать надо отсюда. Нет, нет, я жить хочу. Я не хочу умирать. Почему здесь тьма? Нет. Ой. Блин, кажется, мы немного откинулись. Хе-хе-хе-хе-хе. Ух ты ж, е-мое, где мы находимся? Черт его знает. А, все. Торнадос прошелся. И... Вау, смотрите, мы заработали 100 долларов. Мы заработали 100 долларов. Целую собственную жизнь на нашем метеорологическом зонде. Это классно. Он у нас там стоял и заработал аж целую соточку. Видите, не зря, не зря мы этой фигней занялись. Теперь у нас есть аж целых 100 долларов. Да, мне кажется, жизнь на 100 долларов обмен достаточно хороший. Я вам тоже советую его использовать, потому что это реально выгодно. Так. Садимся в нашу машину. И давайте сейчас мы поедем. Ох, в принципе, это было достаточно весело. Да, достаточно весело. Побывали в Торнаде, заработали денежек. Даже много денежек заработали. Ох, ё-моё, что это за фигня такая тут происходит? Ладно, давайте сейчас посмотрим на наш метеорологический зонник. Что там происходит? Там Торнадо. Не знаю, это Торнадо или не Торнадо. Надо бы сейчас посмотреть по карте. Так, а как же нам собрать с него долларов? Так, не работает что-то. А, я собрал, видно, уже, да, доллары? Нет, я не совсем понял, как оно работает, но всё-таки. Вроде бы, денежки оно собрало. Ладно, классно, в общем, получилось. И сейчас мы по миникарте посмотрим. Да-да-да, Торнадо там вроде есть. А вроде его уже нет. Нет, здесь какой-то просто дождик идёт и буря. Торнадо находится ещё вот здесь. Вот, ладно, тогда давайте туда. Ай, вот здесь ещё одно Торнадо. Кстати, прямо недалеко от нас. Давайте прямо сейчас туда и отправимся. Так, давайте поворачиваем сюда и направляемся дальше. А пока мы туда направляемся, давайте я вам расскажу что-то ещё про эту игру. Вообще, в принципе, я планировал сделать немного другой ролик. Реально, я планировал сделать другой ролик, но... К сожалению... Да нет, когда же, может, возможно, к счастью, игра нам преподнесла вот такой вот сюрприз. В виде такой природной катастрофы, которую я точно от неё не ожидал. Знаете, я до этого играл в эту игру, и этот геймплей в этой игре был немного скучненький. Я просто спалнулся в этом городе и ехал через полкарты, чёрт знает куда, чтобы получить какую-то фигню. И всё. И на этом игра, ну, всё интересно, заканчивалась. Мы просто катались, искали торнадо. А если даже и находили торнадо, то мы просто в течение долгого промежутка времени пытались за ним кататься и никак его не могли поймать. А сейчас мы наблюдаем совершенно другую картину. Торнадо само пришло к нам, как только мы начали снимать ролик. Ох, ё-моё. Совпадение? Не думаю, не думаю. А в принципе, в чём суть этой игры, вы уже поняли. Нам надо искать торнадо и изучать их с помощью инструментов. За это мы зарабатываем бабосики. Конечно, как толком-то за бабосики зарабатывать, я не совсем понял, но я их заработал, да, я их заработал. На нашей машине, кстати, есть вот такая вот фигня. Она, кстати, возможно, тоже бабосики зарабатывает. А может и нет, это я не знаю. Она стоила 4,5 тысячи, я её вот так вот и установил. Надеюсь, что она приносит прибыль. Хотя, выглядит она немного стрёмно, да. Это, на самом деле, тюнинг нашей машины. Он нужен специально, чтобы нашу машину все боялись. Скажите, ну вот, мне кажется, любой человек испугался, если бы на дороге увидел такую машину. А так, что можно здесь ещё сказать по поводу карты и подобной штуки. Карта очень большая. Ну, не очень большая, но прямо огромная, да. И тут появляются в разных местах бури. И поэтому, в принципе, в одном и том же месте редко появляются бури. Но обычно все бури идут вот отсюда до сюда, как и наша буря. А, кстати, мы сейчас едем прямо-прямо-прямо вроде бы к этой самой штуке под названием торнадо. И я не вижу, где она здесь находится. Так, ну ладно. Вроде бы она где-то в этой стороне. Сейчас мы сюда направимся. И поставим метеорологическую фигню. Ставим, ставим, ставим. Всё, мы её поставили. Стоп, где моя машина? Нет! Нет! Меня снова затянуло. Джон Кобра куда-то поддевался. Ладно, мы сейчас должны сюда бежать. Где наша машина? Где она? Нет, нет, не хочу умирать. Стой! Нет! Нет, Джон Кобра. 2019, 2021, 2021 умер от торнадо. Нет! Бежать! Всё. А вот наш зон, кстати. Мы его нашли. Кажись, машины наши тут тоже, нет? Да что тут происходит? Чёрт возьми! Да почему? Почему ещё одно торнадо? Ещё одно торнадо в этом нашем городе. Сколько можно? Да что за фигня тут происходит? Я ничего не вижу. Почему так темно? Помогите! Это должен был быть обзор игры. Почему здесь происходит такая дичь? Я не планировал такого. Я хотел снять спокойный ролик, где я покажу всё, что я узнал про эту прикольненькую игрушку. Но почему здесь происходит такой трэш? Я не могу это комментировать. Здесь чего только не происходит. Нам ещё фиолетового торнадо не хватает. Да, красный уровень торнадо. Вы посмотрите на это, что тут, блин, происходит. Я даже не знаю, как это комментировать. Просто едем отсюда. Я, кстати, потерял уже всех своих друзей. Я не знаю, что с ними стало. Но мне кажется, их тоже больше нет с нами. Ну, потому что это реально какая-то жесть. Вот это вот вообще. Без комментариев. А. Всё, наконец. Я думал, что мы тут ещё застрянем. Да, просто без комментариев. Да, обычно в этой игре подобные штуки происходят крайне редко. И если вы хотите попасть в нормальную бурю, вам придётся постараться. Но! Почему-то в этот раз игра решила всё сделать за нас. Ну ладно, сейчас что у нас там про... Ух ты ж! Мы 400 повозиков заработали. Надо будет вернуться потом за нашей штукой и забрать денежки. Ну всё, в принципе, я понял, как зарабатывать в этой игре денежки. Правда, зарабатываешь ты со мной собственной жизнью, но всё-таки... Блин, ну вот это тьма ночная. Я не понимаю, что тут происходит. Ох ты ж, ё-моё. Не, ну пока что едем вперёд, да. Пока что мы едем вперёд. И у нас машина сломалась. Да, у нас закончилось топливо. Идеально! Самое подходящее время, чтобы закончилось топливо. Ладно. Сейчас возьмём своих вот этих штуки. И отправимся дальше. Смотрите, здесь есть такой лайфхак. То есть, если мы всё перереспалним, то у нашей машины будут топливо... Эм... В смысле? Машина, стой! Эм... Ладно. Я, конечно, не планировал подобными вещами заниматься. Но у нас даже теперь машины нет. Она решила от нас просто уехать. Спалним нашу машину снова. Давай, машинка. Давай, всё. Родненькая, стой! Да подожди! Куда ты едешь? Нам надо следить за торнадо. Всё. Нет, мы не туда ещё сели. Это ё-моё. Что за фигня происходит? У меня такого сегодня в планах вообще не было. Я хотел снять нормальный, спокойный ролик. Почему нормальный, спокойный ролик про обзор игры превратился в непонятно что? Что это за нафиг фигня такая происходит? А вон там торнадо. Всё, эта буря наконец-то уходит и проходит, да? Мы даже затем торнадо, в принципе, не успели. Ну и пофиг. Знаете, как-то мне всё равно. Я просто уже устал. Я хочу сейчас добраться до города. И там я хочу... Не, я просто сделал ресет. Потому что я устал. Я устал! Что за фигня происходит? Почему спокойно игра превратилась в непонятно что? Это должен был быть спокойный обзор. Я бы показал эту игру. Какая она прикольная. А что здесь надо делать? Как искать торнадо? А я вам ещё ничего не показал. И... Ну, мне кажется, именно данный ролик... А, фу, я думал, я ещё и не видимкой стал. Мне кажется, данный ролик, мне кажется, объясняет суть игры. Даже лучше, чем тот ролик, который я планировал. Мигарс, именно этот ролик показал всё и сразу, как это работает, как это играет и с чем это всё едят. Не, ну это реально жесть какая-то. Ну и пуля. Там ещё в самом начале ролика игра, ты ещё параллельно с этим шёл. Дааа... Хотя бы сейчас топливо нам надо сделать. Топливо, топливо. Машинка, давай, заправляйся. Всё, заправляем нашу машину. Всё, оно заправляется, наконец-то. Это всё чудо наше. И сейчас мы посмотрим, что там по карте у нас происходит. Да, смотрите, буря уходит. Да, уже даже торнадо, в принципе, нет. И они все удалились и убрались. Но что за фигня была, это я даже не знаю. Я чё-то в шоке. Вот это буря! Вот это ж фигня! Я не знаю, как это комментировать. Но всё-таки было прикольно. В принципе, суть игры, я думаю, вам стала понятна. Вы должны наблюдать за бурями, выживать в них. И, конечно же, зарабатывать на этом денежки. Но это было реально красиво. Сейчас, я думаю, сгоняем мы за нашим зондиком. А в это время я ещё расскажу про что-то интересное в игре. Хотя, если так посмотреть, по сравнению с тем, что сейчас произошло в ближайшие 10 минут, мне кажется, никакой ролик не объяснен. Короче, просто очень классная, прикольная игра про аллею торнад в США. Да. Мы ещё сейчас и без машины остались. Ладно, зареспалним новую. Так, что же тут здесь хотя бы можно респалнить машину? А то без этого я не понимаю, как бы я жил. Потому что, ну это реально жесть какая-то. Эти торнадо с торнадами ещё на мочи. Ничего не видно. Мы 2 или 3 торнадо за ролик просто зацепили. Просто посмотрите, здесь всё уничтожено. Но, знаете, игра сейчас только недавно так появилась. Она ещё до сих пор в бета-тестировании. Из-за этого, из-за этого, из-за этого ещё пока нету разрушаемости этих самых зданий. Но, мне кажется, в будущем она появится. Это будет прикольно. Такой город после... 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 Торнадо. Да, стой, может, на куда ты катишься. Всё, едем дальше. Нам надо собрать наш сонт. Я думаю, на этом можно закончить ролик. Ох, наконец-то наступило это утро, блин. Как я долго его ждал. Вы даже не представляете. Да, про что ещё можно интересно рассказать в эту игру, пока мы едем. Здесь есть дилершип. В дилершипе мы можем купить в магазине. Вот в такой фигне мы можем купить вот такие вот какие-то доминаторы вообще. Такие штуки, в которые даже торнадо нипочём и можно будет в них заезжать. Но они очень дорогие. Также в этой игре есть такие штучки, как улучшение ваших автомобилей. Если заходите в гараж, и тут в гараже вы можете поставить вот такие вот штучки за деньги на свою машину. И также можете ещё и купить машину и поменять цвет. Вот так вот, кстати, вот такие вот прикольные штучки тут есть. Да-да. И я не совсем понимаю. А, видно мы не туда немного поехали. Немного не туда поехали, но всё-таки. Вот такие тут интересные штучки есть. Также у нас здесь есть прогноз погоды. Вот такая кнопочка с домом, но мы сейчас бездомные. И здесь есть несколько, как бы, классов людей, если их так можно назвать. Но, в принципе, они почти ничем не отличаются. По крайней мере, я разницы не заметил. Кроме того, что они изображают флаг России. Белый, синий, красный. Это, возможно, говорит о том, что разработчики русские. Так, в принципе, всё. Наступил уже нормальный день. Просто везде эти торнадо прошлись, где только можно было. На стрелках здесь тоже есть некоторые интересные штуки. Да, но обзор получился реально эпичным и реально классным. И мне кажется, это заслуживает вашего лайка. Я думаю, что, да, и рассказывать смысла, в принципе, нет. И что это вот так было очень эпично и очень классно. Да, но сразу будьте готовы к тому, что если вы будете играть в эту игру, такого эпика у вас не будет. Потому что лично у меня такое впервые. Лично у меня впервые такая фигня произошла со мной. И до этого у меня такого никогда не было. Даже сейчас, если посмотреть на меню карту, здесь вообще торнадо и ничего нет. Вообще просто пустая карта. А тут, блин, такая фигня произошла. Я в шоке. Ну всё, давайте мы сейчас соберём с нашего метеозона до денежки. Всё, готово. Или они автоматически идут, или нет. Я не понял. Ну вот так вот, короче, всё у нас и получилось. Было достаточно весело, достаточно прикольно. И я надеюсь, что этот ролик заслуживает вашего лайка, комментария, конечно же, подписки на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!